Андрей Шалыгин, National Explorer, и сегодня мы смотрим ролик про чуть-чуть ниже среднего класса, скажем так, бизнес-класс лайт, да, блочные луки ПСЕ. Дело в том, что, увы и ах, с нынешним курсом рубля и, соответственно, вообще ситуацией, которая вся происходит в Америке и в России, нынешние луки из разряда топ голые выходят по стоимости, соответственно, здесь там в районе там 1300 баксов, да. Вот, соответственно, они все глушом 110 тысяч, а то и 120, вот, чуть что покруче их уже за 150 продают, вот, кусается, кусается, да. Это голый лук, а мы примерно знаем, что весь обвес занимает там 30-50 процентов стоимости лука, а это вот как бы не совсем топ даже, да. Вот, поэтому мы за модель 2019 года, сегодня поглядим ПСЕ Драйв 3Б. Вот у меня это продается, их продают во многих магазинах, да, какие там ни возьми, да, везде есть ПСЕ Драйв 3Б. Вот, но у меня продается кит, да, причем тут кастомный кит и со всем остальным там, всем этим самым. То есть луки настроенные, проверенные, установленные, там, пристреленные и так далее, да. Ну, чего никто не делает. Значит, начнем с сумки. Сумка ПСЕ, ее там, вот, передний карман, боковые карманы, все такое прочее. Ручка там на липучке, отстегивающаяся, соответственно, ремень, но у него есть еще и два задних ремня, да. То есть это сумка-рюкзак. За спину закинули и пошли. И у вас вертикальная эта сумочка-рюкзачком. Вы идете и, соответственно, она есть, не просит, сзади болтается, а вы вот это еще справа на правое плечико и все нормально. Вот. Значит, сумочка хорошая. Для лука более чем достаточно. Вот. В ней его можно и транспортировать, и, соответственно, носить и возить. Внутри у этой сумки, внутри у этой сумки, имеется система раскрепления лука на липучках везде. То есть он никуда не денется. Он прихвачен тут целой кучей ремней, и у него еще внутренние карманы защиты, дополнительный блок. Да. То есть вот такая красотенька. Сертификат соответствия. Лук абсолютно законный. Вот. Документы о происхождении с ебической ценой 85 тысяч. Я вам продам кит дешевле, чем здесь продан этот новый лук. Да. Вот. Значит, и того кит 80 тысяч. Все вместе, да. Вы когда заходите в какой-то магазин смотреть на цену, вы смотрите, в какой комплектации он продается. Это голый. Как только вы поставите комплектацию, там окажется, ёрш твою медь сколько, да. Значит, оттягиваем, соответственно, все эти дела. Вынимаем лук. Что такое, в принципе, фирма ПСЕ? Это как бы американские луки. Вот. Младшие луки ПСЕ делаются 100% в Китае. Старшие луки в основном в Америке, но многие запчасти делаются в Корее и в Китае. А средний класс, он вот и там, и там, да. То есть наполовину они состоят из китайских запчастей, наполовину американские, но сборка американская. Вот это такой половинчатый лук. Вообще, в принципе, его продают там вот с большим вот этим длинным там, соответственно, стабилизатором, вот этим охрененным, такой елдометр, да, штатно здесь пределом, да. Пожалуйста, хотите с этой елдой, ради бога, да. Это один из немногих луков, который продается кит по всему миру, да. Я этот кит немножко оптимизировал, да. Соответственно, хотите со штатной елдой, как он идет, вот, как бы дефолтно, пожалуйста. Я сюда, соответственно, поставил стаб, да, вентилируемый, вот, внутри с демпферами, там, да, гармонизаторами. Здесь передний и задний, да, соответственно. Вот. По размеру он совпадает с луком, и он не дает при вот фронтальном ударе ударить по плечу и по прицелу, да. Вот, соответственно, он прикрывает это все дело. Вот, поэтому, если вы куда-то там что-то бум, то первым бум будет стаб, да. Еще особенность этого лука в чем? Вот здесь вот все, весь карман и все эти детали, вся эта байда, они покрыты самоклеющимся фетром. Ну, это уже сделано вот для вас, да. Кроме того, все рожки у полки и низ и вот все эти детали тоже покрыты фетром, да. То есть, вот здесь вот как бы все это оклеено полностью, вся вот эта вот зона, да. Соответственно, быстросъемный кивер с подрезиненными ламельками. Здесь у нас на 6 стрел дырочки, да. Вот. Штатный киверок, он быстросъемный, то есть, вот мы здесь его можем раз и квас и сняли. Вот. Прицел. Прицел здесь у нас тоже ПСЕ, вот. Прицел вполне приличный, да, то есть, у него есть соответствующий ход, тонкие настройки, там фонарик, он 5-пиновый, там регулировочки тонкие, точная настройка. Ну, в общем, вполне приличный. Полочка у него тоже ПСЕ, да. Соответственно, ну, она вот падающая вот такая вот, да. Напоминает знаменитые топовые полочки, да. Вот. И у нее здесь, естественно, вот все настройки. Она бегает вверх-вниз, влево-вправо. Вязочка тоже ПСЕ. Тетива и троса достаточно хорошие. Пипсайт металлический, нитробатаны стоят на тетиве. Вот. Д-петля поставлена. Есть сервировка для упора в стабилизатор. Вот. Ну, по поводу блочной системы, ну, что тут говорить. Достаточно пропорциональные нормальные блоки, да. Хорошие плечи. Хорошие гордоновские плечи. Вот. Это никакой вот не Китай, да. Вот. Рама у него так и летая. Вот. Это единственное, что делает его не топовым луком. Вот. И здесь, соответственно, металлический цилиндр, куда вставляется лимбовый болт. Поэтому вырва из алюминиевой рамы не будет. Ну, здесь, соответственно, вот середина кармана гармонизатора, она вот заполненная, да. То есть плечи ламели вот так, шата у них не будет. Ну, он задемпфирован. Вот, как положено. Здесь сервировочка выполнена достаточно хорошо. Ну, вот отводитель, собственно говоря, обычный тефлоновый ползунок, да. Вот. Вот, все. То есть, в принципе, лук, звезд с неба не хватает, но это те же самые луки, которые сейчас тюнингует Джон Дадли, да, из Ноку Нарчери. Вот, казалось бы, ну, вот если Джон Дадли пошел в ПСЕ, то нам-то уж что от этого, блин, отказываться, да. Вот. Времена такие, да. Это вполне нормальный хороший лучок с хорошими, там, характеристиками, да. Твердый, средненький класс, да, прямо так скажем, да. Ну, при этом, вот, я бы даже сказал, что он существенно лучше, чем младший Берри, который делает Манкунг, да. Вот, это таки все-таки не Манкунг, это Санлида, да. Вот. Вот, в некоторых деталях, да, вот, ну, неважно, тем не менее. Вот. Луки Санлиды тоже не дешевые, прямо так скажем, да. Вот. Ну, а здесь мы имеем кит. Ну, естественно, к нему в комплекте, к настроенному луку идут стрелы, там, да, вот. Ну, по вашему выбору, то есть, я, в принципе, не магазин, поэтому я даю вам возможность выбора, да. То, что вы считаете нужным. Ну, вот все, как бы, да, лук вытягивается достаточно ровно, у него хорошая площадка, вот, да, то есть, мы его совершенно спокойно держим при помощи, вот, рукояти, которая не отягощена никакими анатомичками, там, дебильными, там, да, и достаточно плоско становится. И хорошо здесь держится, да. И вот опускаешь, а, блин, уже отпустил, а он не срабатывает. И когда он, когда совсем отпустил, тогда, то есть, лэд-тоф у него достаточно высокий. Вот. При этом у него блоки большие, они напоминают блоки Мэтьюса, да. Поэтому характеристика срабатывания у него достаточно плавная, и она похожа на Мэтьюс, да. При этом плечи у него чуть-чуть подлиннее у Мэтьюса, чем у Мэтьюса, поэтому он, как бы, по агрессивности похож немножко на Бэры, да. Вот и все. То есть, это какое-то среднее промежуточное положение между Бэрами и Мэтьюсами, да, вот где-то вот там в серединке, да, что дает ему возможность быть, в общем-то, неплохим бизнес-луком для... Ну, если вы не суперфанат, там, каких-то супер, там, решений, а просто обычный, нормальный, как бы, Блухантер, который хочет ходить на охоту с луком, то вот здесь вот, кит, 80 тысяч заплатили, все, и про все забыли, да. Ну, как он стреляет, мы посмотрим. У нас тут ветерочек, поэтому будем стрелять из угла. Из-за угла. О! Стрелы сюда, ну, вполне достаточно и хорошо ставить гадюки. Они не предназначены для сверхдальней стрельбы, но с точки зрения, как вам сказать, стрельбы на охоте, которая принята в Российской Федерации, да, ну, там, дистанции до 40 метров, прям так скажем. Ну, а с этими стрелами, на самом деле, до 50, вполне, да, если по кабану. Вот. Более чем достаточно и хорошо пенетрирующая стрела. Для пострелушек удобно. Задний пинок, очень короткое оперение. Вот. Стрела достаточно тяжелая с точки зрения охоты. Вот. Ну, для того, чтобы ставить сюда броды, нужно ставить сюда пенетраторы. Пенетраторы продаются отдельно. Вы также можете вот в Мейнхантере взять стрелы гадюка сразу с пенетраторами, с установленными. Так, что же это, как будто... О, сейчас. Ну, вот как-то так. Пенетраторы. Я думаю, что вполне наглядно, да? Дистанция здесь, конечно, небольшая, но у нас ветерок, и что я умею стрелять, вам известно. А лук настроен, поэтому кит вот у меня 80 тысяч. В магазинах, пожалуйста, дешевле, но там все не настроено, и с коробки, и в штатной комплектации. У меня все уже готово к использованию. Андрей Шалыгин, National Explorer, PSE Drive 3B, с гадюками Full Kit 80 у меня. Продолжение следует... Продолжение следует...